Парагвай 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 и пейзажи у нас совершенно уникальное например если вы художник пейзажист это совершенно уникальное место но мы начинаем наше туристическое развитие не столько в том что касается приема гостей а в том чтобы заявить о себе в мире мы говорили о логистических трудностях авиасообщения но для того чтобы российский турист который отважится приехать в парагвай должен конечно задор некий иметь и такое приключенческий такой дух в общем-то авантюрный то есть надо конечно решиться над дело надо подготовиться по ряду аспектов но человеческое тепло и инициативы государственные в сфере туризма просто делают нас незаменимым направлением например в прошлом году на сто процентов выросло количество туристов по сравнению с 22 годом наши основные достопримечательности для туризма это инициативы на юге страны это известнейшее место совместно с аргентиной и боливии да это 18 век это наследие юнеско невероятное совершенно строение архитектурное памятники зодчества экотуризма приключенческий туризм это так наши так называемые наши кордильеры это такие холмики в 500 метров высотой но это совершенно нетронутые девственные места и настолько красивые к этого вы не видите в более развитых туристических направлениях еще это рафтинг и это очень интересные виды спорта кроме того возвратный туризм так называемый да в зависимости от календаря здесь в скобках замечу что российский турист приезжающий в эссенсион или в любой из наших городов удивиться потому что думают что что в латинской америке вроде бы одно звучание языка да ну за исключением бразилии с португальским но дело в том что в парагвае второй совершенно равнозначный язык это гуарани индейский туземный язык такой очень гортанный и это отражает значит в семье говорят на нем практически все у нас все двуязычные и вы услышите помимо красот природы вы услышите певучий певучую речь на гуарани это впечатляет правда то есть вот какие то особенности совершенно своеобразие нашей страны неповторимое и об этом много говорится босоногие календы боевагов есть чемпионаты по свисту художественному есть праздник волка в когласу в других городах прошу прощения у переводчика а значит бекста беби забеги уша бауэ это значит одевают овечью шкурку на себя и и и значит в тачках таких возят это это вот во внутренних городках это совершенно уникальное зрелище состязания вот эти то есть кто любит вот такие приколы мы призываем вас насладиться нашей гастрономией кстати нашей исторической архитектурой это совершенно уникальная страна и неповторимая совершенно ну может быть потом уже турист привыкнет и и